Добрый день, меня зовут Илья Казаков, Фонтанка.ру. Сегодня у нас в гостях пранкер Вован, он же Владимир Кузнецов, и Алексей Столяров, он же Lexus. Мы решили пригласить ребят во время их тура по презентации книги, которую они написали по итогам своей трехлетней, даже, наверное, больше деятельности. Соответственно, но начало вопрос не про книгу. Сегодня прокуратура Краснодарского края опровергла, что вызывала на допрос администратора паблика «Радикальные мечтатели» из-за поста с «Незнайкой на Луне». Видели ли вы эту ситуацию? Это не вывод молодого человека разыграли, что, значит, его вызвали допрос из-за «Незнайки на Луне» из-за скриншотов? Идея хорошая вообще сама по себе. Меня она возбудила, я с утра прочитал и подумал, блин, что же за коллизия такая, что придется «Незнайку» признавать экстремистским материалом? Ну, это печально было, потому что мы лишились такой хорошей книги. Ну, у нас достаточно много произведений, которые можно по-разному толковать, так что, видимо, вызовов в полицию стоит ждать и дальше. Вот, приходя уже к основной теме беседы, вот ваши псевдонимы. Вован, Лексус, у Владимира есть еще псевдоним. Второй — это Владимир Краснов. Ну, это старая, там, читать уже нет. То есть, а реальная фамилия вообще не была известна до 2014 года, как можно прочитать? Ну, я не помню до какого. Да, наверное. Ну, пишут, что до 2014. А почему вы скрываетесь за псевдонимами изначально, как была взятая стратегия? То есть, стесняете творчество или… Не, ну, потому что мы из пранка сообщества, а как бы изначально сама субкультура пранка, она подразумевала анонимность само по себе. Как бы это было… Ну, было бы странно, если бы ты там себя раскрывал как-то. И это для субкультуры пранка вполне нормальное как бы явление. Все были под ником. Это как бы интернет-сфера. Вот. И, ну, был такой андеграундный, как бы андеграундная тусовка. Вот. Поэтому там все было вот так. Поэтому, как бы, и, соответственно, мы были под никами. А сейчас от этой стратегии стали уходить как-то? Или все-таки? Или это уже наработанные бренды, можно так сказать? Бренды, да. Бренд один, как минимум, есть. Но Лавана Лексус – это не раздельные бренды, или это все-таки отдельные единицы? Ну, вот как раз в книге указано, есть история каждого бренда. А как вот родители относятся к вашему творчеству? К псевдонимам выбранной, так сказать, стезе, по которой вы пошли последние годы? По псевдонимам мы с ними не советовались. Не, ну, если это приносит успех, если как бы все в порядке, приносит деньги, то почему нет? Ну, то есть нормально. А смотрят передачи, которые… Ну, да, какие-то смотрят, да. Интервью там смотрят. Допустим, недоброжелатели. Условно говоря, вот какие-то угрозы, которые вам могли поступать по поводу вашего творчества. Приходилось ли вам после какого-то звонка, может быть, чаще оглядываться на улице? Менять адрес проживания? Ну, менять адрес проживания, дайте говоря. Менять никнеймы. Нет, никнеймы теперь не Lexus, а Toyota. Да нет. В принципе, живем обычной жизнью, как жили. Ничего не поменялось. Никто особо не угрожает. Угрожают только там больные люди. Но на это как-то обращать внимание несерьезно. Ну, понятно, что пранк сразу же денег не приносил. Уплодка – это другая работа? Да. Я работал в разных коммерческих организациях, на разных должностях. Учился там, получал два образования параллельно. Вот. Ну, что-то зарабатывал где-то там, что-то пробовал себя в чем-то. Ну, и попутно появился вот такой феномен в моей жизни, как и пранк, и сообщество. Это было скорее хобби, такое развлекательное. В какой-то степени даже как основная деятельность была. Ну, потом пришлось оттуда уйти на какое-то время. А когда политический пранк показался мне интересен, я в это дело вернулся. И вот сейчас этим и занимаюсь. Ну, я по образованию юрист и работал, соответственно, по профессии. Я работал в органах муниципальной власти. В Александрском крае. Ну, да-да-да, в администрации города своего. И как-то там пару лет работал. Параллельно занимался тоже пранком чуть-чуть. Ну, я скажу, как раз, да, таким хулиганским, по звездам шоу-бизнеса. И в 2011-м меня пригласили в Москву, в журнал. Потому что я начал сотрудничать, по-моему, еще в году 2009-м. Так периодически подкидывать СМИ там за гонорары различные эксклюзивы по звездам. И как раз эти гонорары порой были больше, чем моя зарплата. Будучи как бы муниципальным служащим, который я получал. Вот, и как бы в 2011-м мне предложили переехать в Москву, как бы, на должность. Муниципальную тоже? Нет, нет, журналистам. Журналистам, да. Журнал по, как бы, светской хронии. А что журнал-то? Что ж, что? А что такое журнал? Ну, не хочу говорить такой, как бы, там, глянец. Ну, не глянец такой, вот, там, там, всякие, там, басковые, шмасковые, вот такая билиберда, как бы. И вот я там три года проработал, ну, первый год было интересно, как бы, еще. Потом жутко надоело, и сейчас я что-то туда сбежал уж. Вот, но платили там неплохо. Ну, а на улице-то узнают? Подходят? Да, вот сейчас мужик какой-то крикнул, привет, ребята. Здесь его здание. Ну, вот, нет, когда мы... Ну, мы сейчас едем по стране, кстати, замечаем, там, узнают. Вот, вот, в ресторане сидишь, иногда, там, тебе бутылку на стол ставят, там, сосед от этого столика, пожалуйста. В Симферополе было. Там периодически такое есть. И мужик, там, на улице шел, вас подвезти, ребята, там, все это так. Ну, а по поводу, все-таки, ограничений, которые накладывает работа. Допустим, поездки, понятное дело, на Украину, они закрыты, наверное, в определенной степени. Это ужасная трагедия. Мы каждую неделю раньше приезжали на Украину. Шокированы были. Теперь, к сожалению. Теперь нас даже в список внесли, в черный. Ну, миротворец иметь это было. А поездки, допустим, в США, в Европу? Ну, я не знаю, в Европу мы не пробовали. У нас, как бы, было предложение, там, в Германию поехать, там, на какую-то... Не помню, какой-то форум молодежный. Но что-то там организаторы не успели, как бы... Мы так и на шенген не подавали заявление, поэтому какого-то... У нас просто сейчас времени нет вообще. Как бы это... Лето было, вот все, книгу писали и весну. Сейчас эти ужасные гастроли безумные. И плюс запустили свое вот это шоу на Ютубе. Тоже надо, как бы, постоянно что-то делать. И плюс еще, там, в Госдуме участвуем в неком... Ну, это все, Ир. Да. Нет, не в экспертном совете, вот, поэтому... По СМИ, которого... Да, 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 то есть, как бы, ну, на самом деле, времени практически нет. Особенно с учетом шоу. Еще пранки надо когда-то умудряться. То есть вы вообще никогда не ездили за границу? Либо именно последние годы, после начала пранковской деятельности? Ну, так вот получилось. Ну, Алексеев в Турцию катался. Ну, в этом году я раз в два где-то был. Это уже после розыгрыша Эрдогана? После розыгрыша Эрдогана. Нормально пропустил. Самое удивительное, что нормально. Причем это публично даже заявлялось, что давайте я там. Ну, там просто в Турции не пиарили. Да, в Турции особо. Никто и не знает, я думаю, из Турков. А можно сказать, что это ваш сейчас основной заработок, условно говоря, вот эта вот работа на телеканалах, работа с Ютубом, это основной источник дохода. Либо где-то приходится еще подрабатывать. Не, ну, это, да, основной. Но Ютуб еще пока не... Мы только первый выпуск сделали. То есть пока еще заработка нет. Скорее убыток тех, кто в это дело вложился. Продакшены. Вот, там, камеры, свет, там, прочее, прочее. Ну, обычные моменты. Вот. А надеемся, да, что на коммерческий успех. Ну, соответственно, там, рекламодатели. Ну, это, наверное, все-таки не наши вопросы. Именно там поиск этого всего. И есть там продюсеры, которые этим должны заниматься. Ну, это от НТВ телепродюсеры? Или как бы наняты вами человек? Это нет, это наши знакомые, да. Но это не свяжено там с НТВ, а ни с кем. Это чисто вот такая наша творческая идея. Ну, то есть после того, как пришла ответственность, то, в общем, оформились такой полноценный творческий дуэт, который с продюсерами, со всем необходимым. Не, ну, мы можем найти себе продюсера, можем найти себе спонсоров при желании. У нас есть так или иначе связи с людьми, у которых есть эти деньги. Просто мы никогда этим не занимаемся. Мы сами по себе просто такие, скажем так, мы никогда в техническую сторону не залезали. Мы больше творческий какой-то контент делаем. Вы можете все равно продумываете какой-то, условно, этот ролик, я там сегодня запишу на этом месяце три ролика. Ну, три розыгрыша сделаем, и, значит, и отобьемся бюджет. И, ну, так, как это? Так нельзя сказать, что там запишем что-то, потому что тут же может не получиться, может сорваться. Как бы тут сложно что-то прогнозировать. И вот это, особенно по пранкам, прогнозировать. Это вообще ужасная тема, что там надо сделать столько, там надо позвонить тому-то, как бы. Но, тем не менее, у вас же телепрограмма, которую, соответственно, нужно наполнять. Ну, да. Вы столкнулись с каким-то творческим кризисом или необходимостью как бы увеличить свою интенсивность звонков после появления телепрограммы? Какой именно телепрограмма? Ну, вот на НТВ, которая вышла. Так она закрылась у нас в конце 2016-го. Она ведь 16-й год был, и все, как бы, сейчас. Мы сейчас по-другому работаем. Мы сейчас в другом темпе. Мы контент поставляем телеканалом. Ну, это лайфовый и так далее. Нет, оно все служило в России. 24 федеральный канал. А по поводу контента, когда на НТВ работали, то да, как бы, надо было много делать. Тяжело было, потому что надо было каждую неделю что-то такое делать, чтобы оно было интересным, чтобы оно привязывалось к конкретной дате. И это нужно мобилизовать огромное количество сотрудников, технических работников, которые должны там камеры принести, там их много, и массовку надо заказать, и гостей в студию позвать. Все это в определенное время. И это было такое довольно напряжное время, период. Поэтому ток-шоу в нашем жанре делать это тяжело. Просто как бы мы не видели дальнейшей перспективы в этом формате оставаться. И как бы сейчас мы делаем для Ютуба вот эту штуку. Вот здесь просто больше простор для творчества. Как бы здесь мы устроили, вот первый выпуск был дебаты Милонов, депутат против рэпера Птахи. И подобных вещей же на Ютубе еще никто не делал. Хотя сейчас, в принципе, там любые форматы, все что угодно было, но вот такого не было. И достаточно живо, откровенно, даже с использованием нецензурной лексики, но она была очень органична, как бы, в этом плане. И нам очень понравилось. Вот поэтому здесь такой простор для творчества, и как раз будем этим заниматься. Ну и плюс не забываем про пранки, конечно. А пранки не делаются для России, соответственно. Вы сказали, как бы, в интересах телеканалов России. Ну, не в интересах. Ну, или эксклюзивно для них, может быть так? Как правильно выразить? Мы с ними партнеры, мы с ними сотрудничаем. Редакторская политика наша совпадает с их в основном. Ну, понятно, что мы понимаем, что она там для политических новостей явно там не записывать Настю Волочкову, с кем она спит. Вот, а какие-то политические темы там, допустим, и то, что нам... Просто наши интересы как бы совпадают с их повесткой. То, что мы там, допустим, сейчас особо интересуемся там конгрессменами, какими-то американскими политиками, такими там историями. В принципе, основные инфоповоды. Мы там не интересуемся, кто там сейчас... Джигурдой, собакой Панина тоже как-то это мимо нас, слава богу, проходит. Панина бы от лица собаки не стали позвонить. Он ее голос меняет. Да. Все-таки... Возвращаясь к вопросу, где не кушь, извините, что так точно. Все-таки хочется... Получить реально ответ, потому что, да, железо настолько выгодный бизнес. То есть, ну, сколько, допустим, стоит один такой розыгрыш? Понятно, что это какая-то эксклюзивная все-таки штука, но тем не менее. Не, ну мы же тоже как бы не... Там какие-то люди с улицы, которые... Непонятно кто, а у нас как бы и имя есть, и бренд, и поэтому стоит все не там 100 рублей. Но и назвать это какими-то там безумными деньгами здесь тоже нельзя, потому что, в принципе, как бы... Ну, не, не какие-то там большие деньги, это на самом деле. Вот поэтому мы как бы в других жанрах развиваемся. То есть это не 100 тысяч и не миллион? Это не 100 тысяч и не миллион. Да. Очень точно. Вас не раз обвиняли, ну, не обвиняли, как бы пытались уличить в работе, да, с спецслуживами, на работе на государство, ну, как бы по определенной тематике, которые преследуют ваша работа в последнее время. Ну, мы также можем тогда этих людей обвинить в работе на Госдеп США или там на какую-нибудь оппозицию, что им платят там эти печенюшками, как там эти шутки идут. А оно не имея никаких доказательств, что мы будем там кидаться какашками друг друга, что за глупости. Ну, люди ввиду своей, там, не знаю, необразованности. Или вот есть такой, я думаю, это комплекс, есть такой комплекс маленького человека. Когда ты думаешь, что, ну, как бы один человек ничего не может сделать, как бы это все без там каких-то взяток, без там покровительства высокого, без каких-то там связей в Кремле, то ты ничего не можешь сделать, и там даже на работу какую-то не устроишься. Вот это вот, мне кажется, все вот из этой серии. Поэтому и люди, они, как бы, я думаю, что занижены самооценкой в том числе. Поэтому как бы думают, что... Они даже не хотят кучу интервью, как мы, допустим, находим номера телефона. Ну, книжку купите, там все подробно написано. Как в каждой истории, как там номера, где получено... Ну, не везде, конечно, но не в каждом случае, но, в принципе, общая схема понятна. Вот, ну, как бы людям зачем? Чем людям проще думать, что, о, это там все сверху дается, все по заказу, там ФСБМ номера присылает какие-то, ну, как бы раскинуть умом несколько сложновато людям. Потому что даже, даже вот подумайте, ну, как бы спецслужбы — это дикая бюрократизированная структура, и чтобы там что-то сделать, там необходимый миллион согласований. Потому что, допустим, вот, чтобы какой-то пранк, вот, если бы он так был заказан, то явно он бы не, как мы можем на следующий день выложить буквально. Вот, когда надо пройти миллион согласований, это, может быть, месяц, там, два месяца пройдет, когда это уже никому не надо будет, эта тема уйдет. Ну, вот, вы работаете все-таки с телеканалом «Россия». Читаете ли вы себя, ну, пропагандистами в подлинной степени? Допустим, как вот господин Слопьев. Ну, и его пропагандистам тоже назвать сложно, в моем понимании. Пропагандист — это тот, кто выполняет задания партии. То есть ему говорят, что надо делать, и он там под одним углом какие-то тезисы озвучивает и рекламирует. А если человек реально в это верит, и он так думает, это уже не пропаганда, это уже личная точка зрения. Ну, в нашем случае мы никакую точку зрения не навязываем. У нас просто есть записи, которые сами по себе интересны. И поэтому тут сложно как-то на самом деле. Люди слушают и сами делают свои выводы. Кто-то там поддерживает, кто-то нет. Мы же не говорим, вот это там негодяй, там вор, убийца. Давайте объединяться против него. Люди сами слушают, делают, как бы встают на какую-то сторону, которая им ближе, и из этого материала делают для себя. Это же вопрос подачи в определенной степени. А какая тут подача? У вас подачи нет, но подаются ваши ролики, как какое-то определенное оружие. Смотрите, понятно, но на одном канале можно их подать так, на другом по-другому совершенно. И там, и там пропаганда есть, если уж на то пошло. Потому что это подача под углом редакционной политики канала, который это все делает. Поэтому в пропаганде можно обвинить сегодня хоть кого. Просто если мы смотрим Россию, там одна пропаганда. Если мы смотрим Дождь, там другая пропаганда. Вы можете зайти чисто на наш канал на Ютубе и слушать без каких-то там оберток, а чистую запись. Как бы никто вам это не мешает делать. Тем не менее, все-таки, когда начиналась ваша работа пранкерами, ну, деятельность, допустим, у Владимира были розыгрыши Мутко или Чурова, когда Варкович звонил. Как-то постепенно от этой повестки пришлось уйти. То есть появились какие-то запретные темы для пранков или вы просто работаете, условно говоря, на хайпе, как сейчас? Ну, если бы на хайпе работали, звонили бы Оксимироном и Гнойным, наверное. Мы можем брать и серьезные темы, которые интересны явно не большинство. Например, история с Черногорией. Мы там обзванивали их руководцем. Это явно не тема, которая пользуется стопроцентной популярностью для определенного круга лиц. Просто нам стала эта интересная история. Мы решили и заняться для себя, открывать какие-то новые вещи. Потому что нельзя заниматься вечно Россией, допустим. У нас опыт большой тоже есть. По России мы иногда там губернаторов, например. Вот классные истории с губернаторами тоже бывали. Но нам интересно, вот США, например, мы в начале года там открыли. Там столько потрясающих людей, всякие вот эти лимпопо, чунги-чанги. Даже не столько там смешно, а просто интересно пообщаться с другими людьми, с другим менталитетом. Ну и вообще, страна, которая, в принципе, навязывает свою внешнюю политику всему миру. Поэтому интересно с этими людьми пообщаться. Интересно вообще по международной повестке пообщаться, посмотреть на других людей, как бы на их политические там взгляды. А как бы Россия надоела. Ну и она скучная, в принципе, политическая жизнь в России. Мы хотим ее как-то обновить другими проектами своими. Например, как раз вот это шоу, которое мы запускаем на YouTube. Да, и как-то здесь проще даже с политиками не дозвониться, а даже встретиться в России. Потому что, как бы, с учетом того, что мы достаточно известны, а все знают, особенно в этих кругах, то как-то в этом плане даже проще. И на что-то даже повлиять, чем такими обзвонами. Ну, допустим, могут ли сейчас, вот, в текущей политической повестке, появиться какие-то розыгрыши, я не знаю, Медведева? Или кого-то из кабинета министров? Медведева бы мы хотели пригласить в свою программу. Это было более интересно. А о чем бы вы хотели с ним поговорить? Ну, о всех скандалах с ним и вообще, как бы, о его деятельности. В принципе, обычный журналистский интерес. Думаю, мы бы ему тоже хорошие. Но это вы имеете в виду скандал, связанный с Навальным? Спросили бы, конечно, его о нем. Не конкретно с Навальным вообще. История обвинения в коррупции. Хочется... Ну, тут еще мы не хотим поддерживать какую-то группу. Например, того же самого Навального. Что, как бы, если ты обвиняешь кого-то, то, значит, ты за Навального. Это тоже, как бы, неправильная концепция. И, как бы, мы не хотим вставать явно на его сторону. Ну, вот. А, как бы, такой независимый журналистский подход. И, да, обозначить вот эти вопросы тоже, почему нет. Ну, как бы, так, чтобы не вот этот всякий там господин там Навальный или еще какая-нибудь там компашка не сказала. Вот, это там они за нас. И вообще там это все от нас идет. Мы такие молодцы. Чтобы, как бы, не взяла это на ответственность на себя. Ну, а все-таки, допустим, каким-то розыгрышем сейчас есть смысл звонить каким-то крупным чиновникам? Или у вас есть какие-то ограничения только из-за интереса? Потому что вам неинтересно звонить российским спикерам? Нет, ну, мы с губернаторами общаемся. Губернатор тоже периодически интересно общаться. Но мы тоже под какой-то, под инфоповод это все берем. Потому что, ну, на самом деле, как бы, российская повестка даже в информационном пространстве, она как-то не особо так идет. Вот. И мы реагируем на инфоповоды. Вот губернаторы были после прямой линии с президентом. Когда очень сильно раскручивалось СМИ, оно очень хорошо зашло. Как-то в прошлом году Омская область там с Архангельском, а в этом Ставрополе еще там была невыплата зарплаты на Нижнем Тагиле. Ну, как бы, отлично темы зашли в этом плане. Ну, кому-то из ушедших губернаторов, может быть, планируете позвонить? А ушедших? Ну, например, какому-нибудь Меркушкину, который вот такой. Ну, они уже все взбиты. Экс. То есть вам интересно только действующие политики? То есть какой критерий, чтобы, допустим, для российского политика, чтобы попасть к пранкерам, ну, чтобы стать удобно их героям? Ну, и вообще не только для российского, для как бы мирового стаблишмента тоже там. Ну, нет, было бы интересно с Обамой пообщаться, конечно. Ну, допустим, вот я политик. То есть при каких обстоятельствах мне надо опасаться, что мне могут звонить франкли? Публичным человеком. Если человек публичный и обрастает его персона разными вопросами, то, конечно же, есть большой шанс, что ему поступит звонок от нас. Скандалы, какие-то громкие там, особенно, какие-то крупные проблемы, которые выходят в топ новостей. Ну, вообще геополитика в приоритете, конечно. Вот ваши розыгрыши в последнее время посвящены в основном украинской, американской повестке. После того, как конфликт, ну, в какой-то степени будет улажен или как-то на приезд аудитории, вы думали, чем вы можете заняться, вот как бы, какую нишу занять? Ну, мне кажется, в нашем новом, в нашем новом, в нашем новом мировом порядке конфликты не закончатся. И явно, да, не скоро. Ну, вот мы же переходим, трансформируемся, делаем вот такие проекты. Плюс, не знаю, может быть, перейдем именно уже сами в политическую какую-то плоскость, общественно-политическую жизнь. Поэтому к этому есть какие-то, например, ну, наше желание, по крайней мере, в этом поучаствует. С депутатами хотите стать? Ну, до депутатов, как бы, выборы через 4 года только, так что-то посмотрим. Ну, мы как бы... Ну, а что вы имеете в виду? Как кратизируйте? Ну, если есть такая задумка, то это здесь планы строить, планы строить вообще в этом случае нельзя, потому что тут не знаю, что будет, как бы, завтра. И мы бы и раньше не подумали, там, года-два, что у нас книга выйдет. Вот, как бы, так что тут как-то не хочется какие-то планы строить. Просто мы, как бы, видим направление, в котором хочется работать, и там уж как бы посмотрим, что будет дальше. Вот, получается, вы говорите, что вы уже перестраиваетесь. То есть это реакция на то, что повестка меняется, или это просто, скажу, другое? Ну, любой человек развивается. У нас опыт уже довольно большой в этой деятельности. И мы уже обзвонили многих персонажей, с которыми бы мечтали пообщаться. Поэтому нужно еще что-то как-то дальше себя развивать. Если раньше нам вот эти записи давались тяжелее, то сейчас это гораздо проще. Поэтому мы подумали, что мы можем себя реализовать еще в чем-то. И вот эти новые проекты, это вот как раз хороший способ себя как-то в этом попробовать. Поживем, увидим. Больше влияния же надо на аудиторию и на политические круги. Вы говорите, что стало при степени проще после получения известности. Но с другой стороны, как бы, кажется, многие уже обожглись из потенциальных жертв уже на розыгрыш. Либо их знакомые, особенно украинская сторона. Все-таки, стало ли в этом плане легче работать? Мне кажется, многие уже опасаются звонка даже от какого-то знакомого человека. Ну, в какой-то степени, наверное, тяжелее. Но при всем при этом, они уже на протяжении стольких лет ведутся и продолжают это делать. Но еще в этом нам, конечно, играет большой плюс то, что украинские СМИ, как правило, редко замечают то, что мы делаем здесь. Поэтому они это не сильно освещают. И поэтому многие люди на Украине, как правило, многие нас не знают. Много знают, но много кто не знает. Слышали. Может, кто-то слышал, может, еще что-то мельком. По крайней мере, в России мы известнее в этом плане. Поэтому нам удается хорошо звонить на Украину, тем более в Америку. Хотя в Америке тоже писали в разных изданиях про нас. Видимо, все думают по такому принципу, что со мной это не произойдет. Ну и как бы за рубеж сейчас как-то больше даже интересен, чем Украина. Ну да, за рубеж сейчас имеется в виду дальнее. Говоря про розыгрыши какой-то российский... Украина тоже нам надоело. В общем-то, все основные лица-то выработаны вроде бы уже. Ну нет, там остались интересные персонажи. Ну конечно, да, там сложнее теперь добраться. Ну и есть прекрасный новый мир американских политиков, там европейские есть. Вот события в Испании, например, тоже как бы повод, почему нет к этому обратить внимание. В Каталонии имеете в виду? Да, ну Испания, Каталония. Кто-то считает, что это уже разные вещи. Это как вот эта башня этого Саурона, там глаз, который висит, вот она разворачивается на различные эти точки. Говоря о разыгрыше, допустим, какой-то оппозиционной стороны российской, допустим, того же Навального. Вы пытались сделать что-то с ним, может быть, с его подопечными? Навальный уже не так, мне кажется, интересен, как он был раньше. Его до нас неплохо все раскрыли, как персонажи. Я даже тут не знаю, чем здесь можно поживиться. Чем здесь можно удивить. И удивить уже. Во-вторых, Навальный очень... Во-вторых, я сомневаюсь, что Навальный будет по телефону обсуждать серьезные принципиальные вещи, учитывая вот все, что с ним произошло за эти годы. Ну, это такая сложная история. Ну, его команда какая-то на слишком тухлая. Поэтому, что вообще ни с кем не хочется там общаться. Какие-то персонажи, но они не тянут на серьезный уровень. Ну, тоже вопрос. А что же вам ФСБ не дает задание там мочить Навального и компанию? А, допустим, в пранк, как какое-то полезное явление в общественном смысле, допустим, могли бы вы помирить Поклонскую и Учителя? Мы хотим это сделать... Помирить вряд ли и научиться. Но мы, по крайней мере, у нас есть желание это сделать. Не знаю, насколько оно будет реалистично, эффективным, но вот планируем сделать шоу, где они там будут дебатировать между собой. Сейчас такие переговоры ведутся. До драки это не дойдет? Мы обещаем, что нет. Нет, ну вряд ли там на Наталью. Поклонская какая-то, но он нападет на нее. Ну, я больше поставить за Учителя. Но вот тут мы не гарантируем, что... Вот ваше новое шоу, которое вы сейчас делаете. То есть вы достаточно ярких гостей заявляете. Это Поклонская, это, значит, Медведева вы хотели бы... Мы можем заявить хоть Путина, хоть Трампа, хоть Ким Чен Ына. Не факт, что эти люди к нам придут и вообще узнают о нашем приглашении. Это надо смотреть уже по тем, кто действительно там будет. Но мы хотим делать что-то необычное. И первый выпуск показал, что у нас вроде как получилось. И дальше пользоваться спросом. Возвращаясь к книге, вы там раскрываете определенные секреты своей деятельности. Даете полные расшифровки, как что-то появлялось. А можете для читателей Фонтанки раскрыть, допустим, какой-нибудь один случай, как взялся телефон какого-то деятеля, за которого вас особенно активно обвиняли, чтобы он выслил ФСБ? Порошенко хорошо. Не, ну там не надо. Мы же писали в книге. Ну там же не полная схема. А ты хочешь всю полную схему? Нет, я хочу что-то другое, там где... Не особо секретная схема. Все же в книге есть. Ну про Порошенко там не все. Трама-то все. Там достаточно того, чтобы это обсуждать. Ну, другого какого-нибудь. Ну, хорошо, Черногория, мы говорим. Черногория там просто. Там как бы не бывает неожиданно, например. Ну, как по американцам просто, допустим. Ну, связались там с партией, точнее, связались с аппаратом премьер-министра от Украины. Оставили свой контактный телефон. Он был навстречу... Он летел навстречу глав государства НАТО. По прилету первым ему сообщили его помощники, что его ждет звонок. С этого телефона набрал сразу же из самолета по прилету нам. Вот вся схема. После этого обвинили в работе на ФСБ. Тут просто бывает, как бы, достучаться в принципе не трудно, но вопрос, проверят ли они этот контакт. Некоторые, как ни странно, не проверяют. То, что Черногория, как бы, нас удивило, что они так очень быстро пошли. А потом очень смешно, что мы поговорили с этим человеком. Вот, как бы, там сколько? Минут 30-40 было. Причем в конце то, что там какая-то глупость была сказана, но так специально шутка. А потом мы решили пообщаться. Там был, там и есть такой Мила Джуканович. Это такой олигарх, как бы. Он сначала с 90-х, он руководил Черногорией. То есть бессменный руководитель сейчас просто уступил такой марионетке, как бы, своему там соратнику этот пост. А сам он, сколько уж там, больше 20 лет руководил страной. И вот мы захотели как раз с ним пообщаться сразу после разговора с премьером. И когда мы ему позвонили, там, в офис, нам сказали, что как раз премьер сообщил этому Милу Джукановичу о том, что ему звонил там президент Порошенко, он очень рад и готов, как бы, с вами пообщаться. Вот, то есть такая даже цепочка получилась. Ну, в основном такие цепочки. Мы устраиваем такие схемы, когда у нас же нет прямых контактов в основном. И как бы здесь невозможно, даже если у тебя есть прямой номер, звонить и как-то и разговаривать. Потому что так не делается, в принципе, такие международные переговоры. Они должны быть изначально согласованы. То есть темы должны быть обсуждены заранее, до переговоров. Ну, как бы такая простая, не простая, достаточно сложная бюрократическая процедура. Вот, и то, что как бы пранк мы выкладываем, это просто, наверное, процентов 30 от всей проделанной работы. Ну, бывало и просто. Допустим, президент Молдавии Николай Тимов, экс-президент, нам его номер скинул просто смс-ка, его пресс-секретарь, думая, что общается с Саакашвили. Типа звоните вот на мобильный президента, как бы на связь, бывает так. Вот этот номер, который вы оставляете, вот в обоих случаях вы упоминали, что оставляли номер телефона. А что это за номер? Он откуда-то берет с этого? Это сим-карты, у нас разные есть сим-карты разных государств. Просто приобретаем себе их. И все, принимаем звонки на эти номера. То есть это не какая-то IP-телефония? Бывает и IP-телефония, но все по-разному. У нас наш век информационный, можно что угодно, в принципе, себе получить. А кто вас отвечает больше за техническую часть, а кто вот за непосредственно разговор? Об этом, мне кажется, две таких вот… Техническая чай достаточно простая. Там особо нету сложности. Настройки для чайников, как говорится. Там главное один раз поставь, и все, ничего не трогай, и все будет хорошо работать. Мы бы видели, на каком это ноутбук, это все делается. Древним камерой заклеены этим скотчем, и сам он издает страшные шумы. Но как бы все настроено отлично, поэтому он даже не хочет что-то как бы менять. На Windows XP еще, на старом, где там часть уже программ просто не работает. Это я открыл комменты, и тут выложили… Это где? Это в комментарии под фонтанкой, под постом ВКонтакте. Тут выложили запись на сборе Моисея. Так что мы за вами следим. Все-таки вот как выбираете тему для разговора? Понятно, что это какая-то яркая информационная зацепка. Как вообще выглядит выбор персонажа? По персонажу можно сразу понять, какая тема. Если это какой-нибудь Эрдоган, то понятно, какая там тема может быть. Это Сирия, это может быть отношение между Эрдоганом и Путиным, это санкции, которые у нас там были. Если это конгрессмен, какой-нибудь Маккейн, то тут понятно, что это принятие новых закона, закона по тоже антироссийским санкциям. Какие они там должны быть. Сама персона говорит уже о себе, насколько она интересна людям той или иной страны. И уже исходя из этого, какой-то такой примерный план, сценарий ты составляешь. Возвращаясь, допустим, к некоторым вопросам в начале, которые я задавал. Как вообще появился ваш творческий дуэт? То есть достаточно разная география. Как вы пересеклись в одной точке? Ну, просто мы выходцы с одного сайта. А что за сайт? Пранк.ру. Откуда Буря Моисеев появился? Пранки с ним. Да, тоже. А ну там как ничего интересного особо. Ну, сайта, вот мы, была субкультура, сообщество по всем городам. Мы общались, поэтому и появились из этого. Ну, поэтому заочно друг с другом были знакомы. Мы там, может, не скромно, хедлайнерами были этого сайта. И потом просто оно переросло из такого хулиганства в что-то серьезное. И каждый начал заниматься там своей деятельностью. Вот Владимир там начал заниматься звездами изначально, профессионально. Потом это вышло в политическую плоскость. Вот у меня точно так же было. В какой-то момент поняли, что это, наверное, наша деятельность, она серьезная. И она приносит нам наибольшую отдачу. Не столько финансовую, а сколько просто нам это интересно. Ну, приносит какое-то удовольствие и ажиотаж. Может, кураж какой-то. И вот все-таки вы начали говорить о еще один уточняющий вопрос. Вы начали говорить про Порошенко. И у вас как бы сразу какой-то секрет определенный возник, который вы недораскрыли. Есть способ, как можно дозваниваться до президентов. И хотели бы пока его оставить в секрете, потому что можно еще до кого-нибудь дозвониться. Ну, это нельзя сказать, что он постоянно работает. Но, как говорится, там, как звезды на небе сойдутся, и там откроется такой шанс. Тогда можно дозвониться до Эрдогана, Порошенко, Генсека НАТО. Но это бывает редко. Мы, кстати, да, один факт, да, вот наши звонки, да, вот эти звонки Эрдогану, Порошенко. После этих звонков уволили посла в Киргизии и в Турции, украинских. Хотя киргизский был вообще невиновен. Хотя киргизский был вообще там невиновен. Ну, вернее, виновен был, видимо, в том, что отношения между двумя странами находились на нулевом уровне. Да, администрация президента там просто с ума сходила, что делать с нами. Там совещание было, Порошенко обсуждал, что с нами делать. Такое неоднократно было. После письма на Савченко. Как там все реагировать. Их пресс-секретарь постоянно там вешается от нас. Ну, они любят. Но там тоже такая политика двойных стандартов забавная. Когда, например, с Порошенко делаешь пранк, там, или с кем-то из чиновников сразу ФСБ, ну, как всегда, рука Кремля. Делали пранк Саакашвили, например, когда, понятно, что он сейчас противник, да, Порошенко, и там его Порошенко мочит изо всех сил на своих каналах. То украинские СМИ-то подали просто как отличный розыгрыш пранкеры из России, там, показали, выставили дураком Михаила Саакашвили. Там ни слова о ФСБ, ни слова о Кремле, просто как бы веселые ребята там показали, что Миша дурачок. То есть, как выгодно, так они. Когда их показывают не в хорошем свете, то, значит, это не их ошибка какая-то, не они там глупость совершили, а это суперпродуманная схема, которую тут одел ФСБ ночами, днями сидел там, выдумывал. Вот. И когда кого-то из их там соперников, врагов, значит, весело, как бы задорно и молодцы. Вот последний вопрос, который хотел задать, вот тоже еще один уточняющий по поводу политической карьеры, каких-то дальнейших планов по общественной деятельности. Что это, можете вот сформировать? У каждого, я так понял, немножко разное представление об этом. Вот у Алексея, допустим, какие мысли по этому? На этот счет что планируешь? Ну, смотрите, как бы тут по-разному все может быть. Никто не знает, что с нами произойдет в последующем. Если наша деятельность будет приносить пользу там в других форматах, мы готовы к этому. Может быть, мы трансформируемся какую-то в общественную деятельность. Может быть, будем заниматься именно политической деятельностью, какие-то социальные вопросы решать. Но пока еще рано об этом говорить. Пока что наша профильная деятельность – это пранк-журналистика. Это в какой-то степени классическая журналистика. Но мы знаем же примеры, когда журналисты выходили в политику. У нас есть какие-то взгляды свои, у нас есть какие-то принципы. Поэтому поживем и видим. Пока что рано об этом говорить. Ну, пока что. Ну, просто трудно об этом говорить, потому что тут не знаешь, что может измениться. Они знают, кто тебе что-то может предложить, допустим, или ты сам что-то захочешь создать. Вот поэтому так же, как там с книгой. Вот, нет, ну, планы какие-то есть, но конкретики, конечно, нет. Но потому что здесь, я думаю, не может быть конкретики, в принципе. Восемнадцатый, вы имеете в виду, все может измениться про восемнадцатый год? Нет, вообще, вообще, что необязательно. Наша политическая жизнь может поменяться вообще. Ну, как бы, да. Тут же мы... Не было же таких еще прецедентов про нас. Как бы, чем мы занимаемся, это как бы, таких примеров нет. Вот, куда оно вылится, тоже непонятно. Поэтому, мать, что-то вот загадывать как-то или какие-то там планы строить, это неправильно. Ну, именно вот конкретику такую выставлять, дорожную карту. Спасибо большое, ребят, что пришли сегодня к нам. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал на ютубе. До свидания.